Здравствуйте, коллеги! Спасибо, что пришли. Зовут меня Сергей. Я инструктор альпинизма по второй категории, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма и тренер жетона спасения в горах. Меня пригласили, чтобы прочитать лекцию по снаряжению. В первую очередь я буду рассказывать про снаряжение для альпинизма. Лекцию мы с вами разделим на две или на три части, в зависимости по времени. Сначала мы рассмотрим просто базовый комплект страховочного снаряжения. Потом я постараюсь дать вам практический навык, полезный. Это способы оценки пригодности и выбора снаряжения для восхождения. И третья часть – это немножко зимнего снаряжения. По регламенту мы постараемся сделать несколько пауз во время нашей беседы. Во-вторых, я прошу вас, если вас что-то заинтересовало или хотите задать вопрос, обязательно задавайте, сразу не откладывайте в долгий ящик. Тогда наша встреча получится более интересной беседой, нежели просто разговором. Молим для вас. Что еще могу сказать о себе? Я сам, кроме того, что являюсь альпинистом, волею судеб являюсь еще и сотрудником компании по производству страховочного снаряжения. Я работаю в итальянской фирме КАМ по производству альпинистского снаряжения. Поэтому не удивляйтесь, что на картинках будут изделия нашего бренда, потому что, в принципе, все производители плюс-минус километр делают одно и то же. Поэтому, для того, чтобы не было лишних вопросов, почему сплошной КАМ? Ну что же, давайте приступим. Начнем со страховочного снаряжения. Самое простое, самое главное, с чего стоит начинать – это защитные каски. На рынке представлены защитные каски, как правило, у всех производителей, подчеркиваю, двух типов. Это каска на пенной, пенной конструкции. Она похожа в дизайне на велосипедный шлем. Когда вы смотрите наизнанку каски, вы видите материал очень похожий на пенопласт. И классическая конструкция защитной каски – это когда есть твердая скорлупа, то есть твердый каркас, внутри к которому приделана подвеска. И подбородочный ремень. То есть эта каска больше похожа, ну так скажем, на строительный образец. Самое большое заблуждение людей о том, что люди думают, что тот или иной тип касок более безопасен или защищает лучше или хуже вашу голову. На самом деле все это не так. Оба типа касок проектируются и испытываются под один и тот же стандарт. То есть, иными словами, когда эти каски испытываются, что на эту, что на эту, бросается одинаковый талонный груз, и при этом усилие на шею не должно превысить определенную величину. То есть, любой тип каски, который вы можете выбрать для вас, будет полностью безопасен с точки зрения вашей головы и вашего нахождения в горах. Отсюда вопрос, как выбрать каску, на чем, на какой конструкции остановиться. Все, вопрос лежит на самом деле на поверхности, ответ на него. Дело в том, что материал, из которого изготовлены пенные каски, действительно похожий визуально очень на пенопласт, имеет ряд очень хороших свойств. Например, готовое изделие, каска, приблизительно в полтора-два раза легче, чем традиционное. То есть, очень легкое. Это главное преимущество. Есть еще одно важное преимущество, то это возможность этого материала очень хорошо его обрабатывать и делать интересный, привлекательный дизайн. Для кого-то это действительно важно. И поэтому мы получаем еще один плюс. Каски на пене. Они, как правило, очень красивые, красиво раскрашенные, модные, но и, конечно, дорогие. Что говорить по традиционной конструкции, то, конечно, эта каска, она более износоустойчивая, более прочная, меньше ломается. Если вы пенную каску сдадите в багаж, то есть вероятность, что в багаже ее могут сломать. Потому что при желании, такое изделие можно, ну, просто руками сломать, если вы его сильно сдавите. Опять же, это не значит, что она ненадежна, просто нужно иметь в виду, при выборе защитной каски, что вы хотите от нее. Вы хотите дорогую, красивую и ультралегкую, которая не будет обременять ваш рюкзак при переноске, либо вы хотите чуть более надежную вещь, тяжелую, но поленеприобиваемую. И от этого будет зависеть ваш выбор. То есть определитесь в концепции, что вы от нее хотите, потом узнаете, что же вам в итоге выбрать. А кто мне скажет, какую каску использую я? Камп? Подстроительный. Да, при чем здесь камп? До того, как я работал в кампе, у меня же были и другие каски. Я же не родился с камповской каской на голове. Какой был вариант? 6В27. Логично вот это. Ну, ты любишь симпатичные. А что значит 6В27? Я имел в виду, какого типа? Вот эту или вот эту? Левую. Есть вариант левую. Вот я вам скажу, что я использую оба типа. У меня действительно две каски, я объясню почему. Если мне надо куда-то лететь в экспедицию и сдавать снаряжение в багаж, то я возьму вот эту. А если мне надо бежать на соревнования, то возьму вот эту. Потому что мне вес будет очень важно играть очень большую роль. Поэтому, если, конечно, есть возможность, то красиво жить не запретишь. Есть смысл уметь какого вида и использовать в зависимости от ваших потребностей. Потому что, например, каждый день таскать в рюкзаке такую каску мне не жалко. То есть я могу сесть на эту каску, могу ее бросить, уронить и так далее, если ничего не будет. Так что по каскам есть какие-то вопросы для альпинизма? По виброгашению пена превосходит же? Обычно. А вибрации чего у нас на голове? Допустим, либо что-то упало на голову, опять же на каску, либо, допустим, человек упадает. И, соответственно, ударную нагрузку какой каски меньше ощущаете головой? Еще раз повторюсь, обе каски испытываются по одному стандарту. То есть одинаковый талонный груз скидывают и на эту каску, и на эту каску. И по требованиям усилия, передающиеся на шею, должно не превышать определенного числа. Какая именно эта нагрузка? Можно посмотреть в стандарте. Я просто величины в килограммах не помню, не могу вам сказать. Но это усилия одинаковые. Иными словами, нагрузку, ну, энергию, которую погасит, и эта, и эта, она одинаковая. Реально. А удар? А вибрация – это колебания, которые остаются после удара. Колебания не так страшны для нашей головы, как непосредственно удар. А удар ощущается меньше какой каски? В пену, скорее всего? Одинаково. Та, которая на бахту встанет. Да. Та, под которую у вас шапка потолще одета. Да. Рекомендация для межсезонья, наверное, левая? Для межсезонья, скорее, рекомендация будет выбирать не по типу ее конструкции, а по количеству и размеру вентиляционных отверстий. То есть, и жесткой конструкции есть каски с большими отверстиями, и у пенных есть каски с малым количеством отверстий. То есть, с точки зрения тепла и холода, здесь параметр не материал самого изделия, а его дизайн, как он разработан, здесь более важный. Сразу могу сказать, что наиболее долговечные вещи из ЭБС-пластика, они не могут быть сделаны с большим количеством отверстий, потому что это технологически сложно. Ну, это так, немножко в сторону уходя, хорошо поддается обработке, конечно, шпена. Тут любые дизайны. У ЭБС-пластика, скорее всего, вы встретите минимальный размер отверстий. Плюс еще, если мы говорим про каски, естественно, нужно мерить. Головы у всех разные. Я, естественно, рекомендую перемерить любые бренды, любые модели, и могу дать совет, чтобы каска на вас сидела максимально глубоко. Потому что, если вы меряете каску, она у вас, вот как тюбетейка сидит, то она и защищает меньший объем вашей головы. Поэтому, меряйте, у многих производителей есть несколько размеров касок. Чем глубже каска сидит, чем большую площадь головы она защищает, тем, на мой взгляд, она безопаснее. Поехали дальше. Если мы говорим о страховочной системе, то на рынке есть огромное количество различных страховочных систем. Есть страховочные системы для промышленного альпинизма, для верхолазных работ. Есть страховочные системы для специализированных спелеологий. Есть страховочные системы детские. Есть страховочные системы без страховочного кольца. Вот это вы видите? Если мы с вами говорим о альпинизме и скалолазме, то, конечно, страховочная система должна быть под со страховочным кольцом. Почему? Потому что система со страховочным кольцом руч лучше передает нагрузку между поясным охватом и ножными лямками. То есть нагрузка при срыве распределяется более равномерно. И, как правило, системы такой вот конструкции имеют более широкий и мягкий пояс. Это, опять же, тоже сделано для комфорта при срыве. Вот такой тип системы не подразумевает, что вы на нее будете срываться с нижней страховкой. В альпинизме и скалолазме мы подразумеваем, что мы можем с вами падать какое-то расстояние. Мы подразумеваем, что может быть передан рывок на наше тело. Поэтому стоит выбирать конструкцию вот такую именно для альпинизма и скалолазмы. По самой конструкции хочется обратить внимание, что производители делают системы на любой вкус и цвет и дизайн. Обратить внимание могу лишь вот на что. Во-первых, это на количество регулировок оно может быть абсолютно разным. Ноги, пояс, я бы не регулирую, может быть на поясе одна пряжка или две. Дело вкуса, дело удобства, я бы рекомендовал обратить внимание, если вы хотите использовать одну систему и зимой, и летом, тогда останавливайте свой выбор на системах с регулируемыми ногами. То есть, когда вы на шортах в спортзале можете одеть систему, а потом ту же самую систему сможете одеть зимой поверх теплых брюк. По системам кайверные вопросы накопились. Отлично. Слушай, вопрос, как бы здесь идет одна центральная петля, одно кольцо, да? Я видел систему, где два кольца. Часто технически можно ли одно только кольцо грузить или надо два сразу? Значит, смотрите, производители год от года придумывают что-нибудь новенькое. И вопросы из серии можно ли использовать или нет нужно задавать производителям. В данном случае вопросы производителя описаны в инструкции к вашей системе. То есть, мы все, когда покупаем какое-то изделие, ну, там, например, купил я электрочайник. Вы думаете, я там стал читать инструкцию, как его первый раз правильно включать? Да я налил воду и включил и заварил. Дело в том, что если мы говорим о страховочном снаряжении, то есть о том, от чего зависит наша жизнь, то я все-таки настоятельно рекомендую читать вот эти вот простыни, которые там на этикетке. И там обязательно написано, как можно использовать страховочное кольцо той или иной модели, того или иного производителя. Поэтому если у вас будут возникать какие-то вопросы технического характера, то любые ответы вы найдете в инструкции. Тем более, что ведущие производители уже давным-давно эти инструкции на русский язык перевели. Если вы инструкцию видите и нет русского языка, то что-то не то. из тех моделей, которые мне известно, можно использовать оба кольца, независимые. И одно, и другое, и в двух местах. Значит, есть такая разновидность, это верх системы, то есть вы видите, как она используется. Очень распространено в туризме, совсем не распространено в скалолазании и в альпинизме 50 на 50. Здесь даже написано, что необходимость способа использования определяет инструктора. Почему здесь так написано? Потому что есть ряд условностей и ограничений, в каких случаях рекомендуется использовать верхнюю часть системы, а в каких нет. И еще больше разногласий вокруг способа ее крепления верхней системы. Соответственно, в зависимости от того, с кем вы ходите в горы, с каким руководителем или какой школой вы пользуетесь, вы сможете принять решение, как ее выбрать, или вообще нужна ли она вам. Также есть такое понятие, как самостраховка. То есть это приспособление определенное, которое позволяет страховаться нам к стационарным точкам крепления, к станции, на маршруте. Я настоятельно рекомендую использовать в качестве самостраховки изделия, изготовленные из динамической веревки. они могут быть как сшиты фабрично, так и связаны самостоятельно. Почему? Потому что самостраховки, изготовленные из динамической веревки, способны поглощать рывок, способны поглощать энергию с рыва. А это нам может быть жизненно необходимо, жизненно важно. Во-первых, меньшая нагрузка приходится на наше тело при срыве, но еще важнее, что во время срыва мы дергаем не только свое тело, но мы еще дергаем ту конструкцию, к которой мы прикреплены. А если мы с вами в горах, и наша страховка это те точки, которые мы с вами самостоятельно положили, то мы еще устраиваем большой стресс для них. Соответственно, чем меньше мы создаем нагрузок в цепи, тем больше безопасность. На следующем слайде показаны виды самостраховок, которые категорически не рекомендуются для использования в учебном оппинизме. То есть, есть вот такого вида дейзичейны, это клифа, это спелеоусы. Значит, почему не рекомендуется? Потому что первая причина все вот эти изделия, они при нагрузке 2,2 кН начинают разрушаться. Это не очень хорошо. В некоторых случаях это нужно, но только в узкоспециализированной деятельности. То есть, вот эти вот два вида усов, они созданы и спроектированы для передвижения на ИТО, на искусственных точках опоры. ни в коем случае не предполагали производителям, что люди додумаются становиться на них на самостраховку. Значит, по самостраховкам вопросы есть. Супер. страховочные устройства. Я могу рекомендовать вам страховочные устройства вот такого типа, то есть, с таким большим отверстием и с двумя параллельными прорезями. Видите, да? Куча производителей их делает, на что обратить внимание, что прорези этих устройств, ну, в российских реалиях, чем шире, чем лучше. Потому что с толстой мокрой веревкой или поношенной веревкой очень сложно будет веревку заправить в устройство. Также на рынке еще остаются вот такие вот примитивные устройства, All-Style, это восьмерка страховочная. Я не считаю, что она должна быть под запретом, как бы имеет право на существование, однако стоит помнить, что эта восьмерка, она, во-первых, недостаточное трение создает при неправильном использовании, и, во-вторых, очень сильно крутит из нашего веревка. Поэтому все-таки в современных реалиях я бы рекомендовал останавливать свой выбор вот на таких гид-пластинах и шайбах. А восьмерку удобно использовать в каких-то узких случаях, например, в соревнованиях, где важна скорость, или, например, зимой, когда у нас все снаряжение превратилось в ледышку и веревку просунуть в устройство крайне сложно. Поэтому во всех остальных случаях я буду все-таки рекомендовать шайбу. Поехали по карабинам. Значит, существует огромное множество форм и размеров карабинов, но я бы обратил ваше внимание в первую очередь на карабины HMS-форм. Это карабины, на маркировке которых нанесен вот такой вот символ H в кружочке иногда буквы HMS. это HMS-это аббревиатура Haltmast Gizischerung, что с немецкого переводится как полустремя. Полустремя это узел, который известен под названием узла Мунтера или узла УИА в некоторых источниках. То есть, это карабин, который допускает использование этого узла на себе. Естественно, в альпинизме, в туризме, в скалолазме нам могут понадобиться карабины любых форм. Но я настоятельно рекомендую помимо всех остальных форм в вашем арсенале иметь несколько карабинов HMS. Почему? Потому что этот самый узел Мунтера позволит в критической ситуации использовать его и в качестве страховочного узла, если вы потеряли ваше страховочное устройство, и в качестве спускового узла. То есть, при помощи узла Мунтера можно осуществлять спуск по закрепленной веревке. Опять же, если вы утратили каким-то причинам ваше страховочное устройство. На что еще можно обратить внимание, когда вы убираете карабин, это тип защелки, то есть, бывает ручная винтовая, бывает два вида автоматических. На самом деле, автоматических больше, чем два вида, но основных два. Это в два движения и в три движения. На этом слайде вы видите маркировку. Там одна полосочка, два полосочки, две полосочки, три. У Камп используется вот такое цветовое разграничение типа муфт. Это по большому счету не играет критической роли безопасности, какой тип защелки вы выберете. Но я бы рекомендовал на учебном этапе, на начальном этапе выбирать карабины только с механическим закрыванием муфта. Почему? Потому что у начинающего спортсмена процесс муфтования карабина должен быть заложен на паркорку мозга, и вы это должны делать автоматически сами, а не автомат за вас. Так как моя практика инструкторства показывает, что те участники, которые привыкли использовать автоматические карабины, в критической ситуации забывают муфтовать, когда в их руки попадают обыкновенно. А без обыкновенных карабинов, ребята, нам с вами будет жить очень плохо. Почему? Потому что автоматы, несмотря на свое удобство, на свою надежность, они имеют возможность, к сожалению, сбиваться песком, потому что более сложная конструкция, большая вероятность, что они могут в зимних условиях замерзнуть, принерзнуть и так далее. Поэтому я не против автоматических карабинов, я сам их очень люблю и даже в какой-то степени считаю более надежными, потому что от пользователя здесь зависит меньше всего. Хотите ли вы или не хотите, он все равно застегнет свою муфту. Но, несмотря на это, в учебном альпинизме я настоятельно рекомендую научиться муфтовать обыкновенные, а дальше автоматическая муфта сделает все за вас. Кроме того, в конструкции карабина важно еще на несколько вещей обратить внимание. Эта конструкция вот этого носика, она, как правило, бывает двух типов. Это носик с крючком и без крючка. С точки зрения безопасности, одно и то же карабин тестируется по одному стандарту, просто карабины без крючка чуть дороже и за этот крючок не цепляется веревка, когда вы щелкиваете и выщелкиваете. То есть, это речь идет об удобстве. Иными словами, если у вас есть возможность приобрести карабина без крючка, конечно, стоит приобрести карабин без крючка с крючком чуть менее удобно. Но с точки зрения безопасности помните, защелка типа K-Log никакой дополнительной надежности не дает. Только удобство. Еще поговорим о форме карабина, то есть его сечении. Вы видите вот здесь кругленький карабин, в сечении его тело выглядит вот так. И вы видите выточенный, не выточенный, а профилированный карабин, в сечении он выглядит вот таким образом. Для чего это делается? Естественно, все производители в борьбе за вес изделия, потому что чем больше железа мы с собой тащим, тем тяжелее это ведро, стараются уменьшить вес своих карабинов. В данном случае это достигается удалением лишнего металла. То есть карабин получается более легким, выдерживающий те же нагрузки. С точки зрения пользователя, что нам важно? Естественно, нам очень удобно и классно, когда карабины меньше весят. но есть еще два важных момента. Первый момент профилированные карабины на перегиб, ну то есть на продольную нагрузку держат меньше. Первый момент. И второй момент удобства использования. Смотря для чего мы с вами используем карабин. Если мы карабин используем в качестве блокиратора на страховочном устройстве, то нам удобнее, когда он будет круглым. то есть меньше трения веревки, веревка будет идти более плавно. В остальных случаях, конечно, нам будут удобнее профилированные карабины, потому что они просто легче. Иными словами, как вывод, могу вам посоветовать в своем арсенале иметь и те, и те, и использовать в зависимости от ваших потребностей, в зависимости от того, что вы планируете. Ну и не муфтованные карабины, это карабины без муфты. Они имеют защелку либо сплошную, либо проволочную. Опять же, принципиальная разница может быть в чем? Это в наличии пресловутого крючка и тип защелки. Некоторые считают, что проволочная ненадежна. На самом деле, это тоже очень большое заблуждение. На самом деле, карабины с проволочной муфтой с точки зрения безопасности еще более безопасны. Почему? Потому что во время удара при срыве защелка этого карабина имеет меньшую инерцию. Соответственно, меньшая вероятность, что при срыве защелка самопроизвольно раскроется. Это небольшая тонкость. Для некоторых это большая новость. На самом деле, я не считаю, что по этому поводу стоит использовать карабины только с проволокой. Нет, они оба имеют право на существование. Самое главное, что вам нужно запомнить, что проволочная защелка никогда не считается менее надежной. Они оба этих карабина выдерживают одинаковую нагрузку и испытываются, как я уже говорил, одинаково. петли. Чаще всего вы на рынке встретите петли двух типов. Это петли с добавлением блатна дайнима и петли из нейлона плитстера. Их на взгляд очень легко определить. Дайнима и тоненькие эти петли чуть-чуть потолще. В чем разница и что я могу посоветовать? По большому счету, опять же, как и все остальное снаряжение, это снаряжение одного типа, соответственно, испытания, которые проводятся на прочность, они одни и те же, стандарты испытания, одни и те же для обоих типов петель. С точки зрения прочности этих изделий, они тоже одинаково прочны. В чем же разница? Разница в самом материале дайнима это такой материал, который позволяет при меньшем объеме получить такую же прочность, как и нейлон. Но, опять же, чудес не бывает, есть и свои недостатки. Недостатки заключаются в том, что усилие на перерез острой грани или на сопротивление и стиранию у петель издайнима гораздо меньше. Почему? Потому что меньше площадь соприкосновения, соответственно, перерезать или перетереть такую петлю гораздо проще. И второй момент, тоже немаловажный, это воздействие ультрафиолета. Любое страховочное снаряжение приходит со временем в негодность просто под действием солнышка, потому что ультрафиолет разрушает химическую структуру самого материала. И со временем эти изделия портятся. При этом, насколько мне известно, нейлоновые петли портятся сильнее, чем петли из донима. Но опять же, по практике скажу, донимовые петли быстрее стираются. Потому что меньше площадь, они быстрее стираются, быстрее приходят и низ. я в любом случае рекомендую вам как можно чаще эти элементы снаряжения менять. И длины. Большинство производителей производят петли кратной длины 60. То есть это 60, 120, 180, 240. Не все производители делают такую кратность, но я вам рекомендую именно такую. Почему? Во-первых, это вопрос унификации снаряжения. То есть если у большинства производителей именно так, то с такими петлями удобнее работать. То есть у вашего товарища будут петли, будет петля 120, вы сложите ее вдвое, получите 60. Это первая причина. Вторая причина. 60 это так называемый shoulder length, плечевая длина. То есть петлю именно такой длины удобнее всего носить через плечо. И третья причина, по которой я рекомендую петли кратные 60, когда вы организуете при помощи них станцию на льду при помощи ледобуров, то если вы будете использовать петлю 120, то у вас получится угол близкий к 60 градусам станции. Если две 60-ки, опять же угол близкий к 60, а 240 можно сложить вдвое, получите то же самое. то есть я рекомендую приобретать петли для альпинизма и лазания тредового кратных 60. Ну что, поехали дальше. Расходный репшнур. Я настоятельно рекомендую вам репшнур выбирать. Он бывает абсолютно разных диаметров для разных целей. Если мы говорим о страховочной цепи, а в альпинизме мы будем заниматься именно этим, то я рекомендую именно 7 мм. Раньше общим стандартом было 6 мм вспомогательная веревка, сейчас 7. Почему? Потому что производители научились делать настолько мягкий репшнур, что даже семерка начинает хорошо работать со схватывающими узлами и при этом выдерживает колоссальную нагрузку. То есть, если мы используем 7-мм репшнур, то у нас есть возможность при помощи него создавать в том числе станции страховки, делать различные вспомогательные вещи в страховочной цепи. Ну, а самым главным критерием качества вспомогательной веревки является его мягкость. Чем мягче ваш репшнур, тем он, как правило, дороже, тем он лучше. Специальное устройство зажима вот в верхнем ряду это ручные зажимы, которые у нас принято называть жумарами. Есть абсолютно разные варианты, суть одна и та же. По необходимости использования спорный вопрос я в своей работе принципиально не использую по ряду идеологических причин. Если говорить о специальных зажимах, то на учебном этапе альпинизма я бы не рекомендовал их вообще приобретать как лишний хлам, потому что у меня на микроволновке вот такой лежит, я не знаю, зачем он лежит. я его нельзя использовать, все. Специализированные зажимы хороши тем людям, которые точно знают, зачем они будут его использовать. Например, на одной зажим в принципе в альпинизме редко используются. А вот этот зажим это зажим гипса, это зажим, который позволяет прикладывать большие нагрузки на веревку. То есть кулачковые зажимы рассчитаны на 400 килограмм, а вот этот зажимчик рассчитан на большие нагрузки, используется при спасательных работах. Поэтому на начальном этапе специализированные зажимы я крайне не рекомендую, потому что скорее всего они будут у вас валяться в шкафу либо использовать вы их вряд ли будете. Веревка. Понятное дело, что у нас два типа веревок динамическая и статическая. Если мы будем говорить о альпинизме и скалолазме, то конечно только динамическая. Статику мы не используем, почему? Потому что есть вероятность срыва, а динамическая веревка своими эластичными свойствами должна погасить часть энергии. поэтому настоятельно не рекомендую в альпинизме и скалолазме использовать статику. Даже для верхней страховки. Потому что в случае срыва действительно комфортнее падать на динамику, чем на статику. Статику принято использовать в промышленном альпинизме, в спелеологии, то есть там, где не предполагается падение на этом веревке. Если мы занимаемся альпинизмом и скалолазме, падение у нас предполагается, поэтому давайте поглощение энергии нашего РФК доверим динамической веревке, которая очень хорошо умеет это делать и разработана для этого. По типам динамических веревок существует три типа одинарная, двойная и сдвоенная. Значит, какую выбирать? Ну, естественно, самый простой вариант, который я бы вам предложил, это выбирать всегда одинарную. Почему? Потому что те люди, которым нужна половинка или сдвоенная, они прекрасно знают, зачем она используется и помогать им при выборе не нужно. Это специализированная методика применения веревок, то есть ее тип диктует способ применения, как она применяется. То есть вот эти две веревки, они используются только совместно и разница между ними в том, как эти веревки прощелкиваются в точках. Достаточно продвинутая техника, поэтому я использую сам и предлагаю использовать в учебном альпинизме одинарные веревки с обозначением единичка в кружочке. А когда мы научимся хорошо обращаться с одинарной, то мы можем две одинарных использовать как половинки. поэтому я бы рекомендовал не заморачиваться в первом приближении и ориентироваться на основную одинарную веревку, которую можно использовать саму по себе. Ты у меня спросил. Окей. Ну и точки страховки, значит, как правило, это бывают пассивные точки страховки, то есть не содержащих механические элементы. Это обычная закладка, стопер, либо шестигранник вот такой, гекса. Также активные точки страховки, как мы привыкли, френды, и одна из разновидностей френды двухсилой комолот. Ну и отдельной строкой выделены крюч и молоток. Почему? Потому что, во-первых, не на всех маршрутах нам понадобится молоток и крюч. А во-вторых, все зависит от стиля восхождения. И зависит от того, что за маршрут мы с вами идем. Потому что, если маршрут редко ходится и на нем попадается старое железо, то иногда полезно старые крючи проверять на прочность простукивая молотком. Это с одной стороны. А с другой стороны, если маршрут популярный и на него ходят часто, если каждый начнет в щели бить свои крючи, то картинка получится очень печальная, потому что, например, в популярном районе, в таком как Юсимит в США, там первые веревки всех маршрутов раздолбаны так, что там во всех щелях уже дырки от этих крючей. Про этику в горах не стоит забывать. и я настоятельно рекомендую не то, что 10 раз подумать прежде, чем бить крюк, но все-таки готовиться заранее к вашему восхождению, консультироваться с людьми, которые уже ходили в маршрут и принимать решение, необходимы ли вам ключи молоток или без них можно обойтись. Ну и самое главное, умеете ли вы без них обходиться. Значит, в следующей части нашей беседы я хотел бы вам дать нечто полезное, то, что вам поможет в вашей практике. Значит, это критерии отбора. Очень часто мы стоим перед выбором, какое решение брать с собой или не брать. И уж тем более иногда сталкиваемся с тем, что мы не можем четко осознать вообще надежно ли это снаряжение, которое у нас в руках или нет. Можно ли его использовать в страховочной цепи или нет. Я постараюсь вам дать четыре простых принципов, которые помогут вам жить. Вот они. Это сертификация снаряжения, это видимые повреждения, срок службы изделия и история господина. Сейчас обсудим все эти пункты по порядку более подробно. Значит, сертификация. Значит, в принципе, во всем цивилизованном мире снаряжение защитное, которое служит для защиты от падения с высоты, подлежит обязательной сертификации. Почему я об этом говорю? Потому что, к сожалению, в России такого законодательства нет. У нас с вами снаряжение для спорта и отдыха обязательной сертификации не подлежит. С точки зрения продавца, наверное, мне хорошо. Но не вот мне лично, а с точки зрения продавцов это прекрасно. Можно напилить у себя в гараже страховочных устройств, продавать их в магазине и тебя никто не посадит. А вот с точки зрения покупателя это все же плохо, я считаю. Потому что как потребитель, как альпинист я хочу быть защищен. Я хочу, чтобы качество снаряжения, которое я купил в официальном магазине, было как-то подтверждено. Так вот, процесс сертификации это и есть процесс независимого подтверждения качества продукции. Что происходит? Производитель разрабатывает свою продукцию под какой-то тип защитного снаряжения и отдает свою продукцию я вот упрощаю схему и отдает свою продукцию в независимую лабораторию. Независимая подчеркиваю лаборатория проводит все исследования и испытания и на основании протоколов испытаний выдает сертификат о том, что да, этот вид снаряжения соответствует всем нормам, требованиям, правилам безопасности, вы можете продавать этот продукт и он абсолютно надежен. Соответственно, раз у нас в России такой практики нет, то я вам рекомендую все же останавливать свой выбор на снаряжение, которое имеет сертификат. Потому что на этой волне многие и отечественные производители сами добровольно начинают проводить испытания независимые и подтверждать свою продукцию сертификат. Действительно, если продукция сертифицирована, я вам заявляю как производитель, она более безопасна. Если мы будем в альпинизме использовать только сертифицированные вещи, это значит, мы не будем с вами использовать дедушкины кошки, бабушкину каску, которой 50 лет и так далее. То есть, мы не будем использовать самодельное снаряжение в страховочной цепи, что тоже я считаю опасным, потому что только сам человек, который его сделал, будет нести ответственность за его качество. Поэтому я считаю, что нужно полагаться на опыт производителей, которые гарантируют и условно говоря, что было к кому пойти пожаловаться, если что. Итак, что такое сертификация и чем она хороша, мы обсудили, а теперь как определить сертифицированные снаряжения или нет. Естественно, все производители наносят об этом маркировку. Чаще всего вам могут встретиться три типа. Это российский евро-азиатский таможенный союз и АЦ. Вот такой логотип вы можете встретить на печенье, на соках и так далее. То есть вся продукция у нас в нашем таможенном союзе, которая подлежит обязательной сертификации, например, продукты питания или та же одежда, должен быть нанесен такой логотип. Вот это европейский ЦЕ. А в альпинизме нам с вами еще актуален может быть вот такой значок знак качества УИА, Международного союза альпинистских ассоциаций. Что это значит? Это значит, что любое снаряжение сертифицированное ЦЕ, производитель может оплатить пошлину в эту общественную организацию и эта общественная организация разрешает наносить вот этот логотип. Это не что иное, как знак качества. То есть такой сделать можно вывод, что вообще принято считать, это тоже большое заблуждение, что если есть логотип УИА, то это супер надежное снаряжение. А в принципе, по большому счету, логотип УИА дополнительной прочности никакой не делает. То есть первое, что мы должны помнить, если УИА, это значит, что точно есть сертификат европейский. Если европейского сертификата нет, то УИА не разрешит просто печатать свой логотип. Однако, как альпинист, я могу вам сказать, что если вы выбираете изделие, на которое нанесен знак качества УИА, это значит, что вы действительно покупаете хороший продукт, потому что его производитель не скупится на пошлину УИА и хочет, чтобы снаряжение продавалось лучше. И в принципе, вот этот символ УИА несет в себе дополнительную стоимость продукта. То есть если от одного производителя мы возьмем два одинаковых карабина, на одном будет символ УИА, на другом он не будет, то скорее всего, этот карабин будет дороже. Что вам полезного из этого вынести? Это то, что УИА приветствуется, я двумя руками за, если вы приобретаете снаряжение с логотипом УИА, но не является обязательным. А вот любой из этих логотипов является, на мой взгляд, обязательным. если вы держите в руках снаряжение, которое принято считать страховочным, карабины, спусковые устройства, страховочные системы, то абсолютно необходимо, чтобы качество этого снаряжения было подтверждено. По сертификации ни в кого никаких вопросов. Супер. Значит, я слишком плохо рассказываю. Так, видимые дефекты. Есть вопрос здравого смысла. Если мы наше страховочное снаряжение на нем видим видимые дефекты, то его, наверное, не надо использовать. А производители сделали все возможное для того, чтобы вам облегчить жизнь. Например, силовые швы на текстильных изделиях всегда делаются контрастного цвета. То есть, вы видите черную ленту, а швы сделаны белыми нитками. Зачем? Специально для того, чтобы разрушение этих ниток было хорошо видно. Страховочная система. Вот это как раз деталь, страховочное кольцо, вы видите, да? И к нему прилегают ножные лямки. Вот эти элементы конструкции в первую очередь истираются. В первую очередь. И именно поэтому этот элемент конструкции защищен защитным чехлом. И, как правило, контрастного цвета. Опять же, это сделано для того, чтобы мы с вами легко, визуально смогли увидеть вот эти дырки другого цвета. То есть, вот лента серая, а чехол черный. И видно, как проглядывают через протертые места внутренние силовые методики. То есть, будьте внимательны всегда до, во время и после каждого использования осматривайте свое страховочное снаряжение. Если вы начинаете видеть следы разрушения, не нужно его использовать. Что касается карабинов, то сейчас большинство карабинов покрыто защитным слоем анодирования. Он тоже, то есть, вот эта покраска, она помогает нам видеть степень износа, царапины, вмятины на карабине. Опять же, если вы видите степень износа значительную, то нет смысла использовать этот карабин. Веревка самая сложная для инспекции снаряжения. Почему? Потому что она состоит из сердечника, который несет основную нагрузку, и защитной оплетки. И, к сожалению, мы никакими средствами не можем проверить состояние сердечника, потому что он скрыт от наших глаз под оплеткой. Единственным возможным вариантом инспекции веревки и проверки ее на качестве это внимательный осмотр ее на предмет каких-либо повреждений визуальных. И второе, что тоже очень важно, это вы должны тактильными ощущениями, то есть прощупав всю длину вашей веревки, попытаться найти неоднородность веревок. если вы нащупали пустое место утоньшения, естественно свидетельствует о том, что на этом участке сердечник разрушен. И наоборот, если вы нащупали утолщение, так называемую грыжу, вы должны сделать вывод о том, что если здесь материала прибавилось, значит это количество материала где-то убавилось. Иными словами, если вы ощупываете веревку и своими руками чувствуете неоднородность сердечника, ни в коем случае эту веревку в дальнейшем используют нельзя. Полностью или частично ее можно убивать? Если грыжи, то конечно полностью, потому что мы не знаем откуда эта грыжа приползла. Утоньшение есть единственный возможный случай, когда утоньшение можно лечить, это когда это происходит на последних 3-5 метрах веревки. То есть, когда мы используем веревку, чаще всего изнашиваются последние 3-5 метров. Это там, где мы ввязываемся, это там, где мы рубим ледовыми инструментами и можем случайно попасть в веревку. Это там, где мы, когда веревка лежит на снегу, можем наступить на нее кошками и так далее. То есть, вот эти 3-5 метров, они, как правило, изнашиваются первыми. Если у вас веревка на этом участке уже начала изнашиваться, а основная часть ее еще в хорошем виде, то допускается эти 3-5 метров отрезать с обоих концов, использовать веревку дальше какое-то ограниченное время. Потому что, опять же, если вы будете без конца ее чикать, на практике это не получится, потому что, как правило, веревка получает повреждения еще и по всей длине. Естественно, если мы попортили нечаянно новую веревку в районе середины, то единственным возможным вариантом это ее порезать пополам. Опять же, если вы относительно новую веревку на середине перебили, туда режем ее пополам и можем как-то использовать обе половинки. Если веревка уже бывалая и перебилась посередине, то, наверное, не стоит ее резать, а ее пора в толпку. Потому что, скорее всего, на остальных участках она тоже получила повреждения и невидимые глаза. Так, едем дальше. Срок службы. Я уже говорил вам про вот такие огромные простыни, которые составляются со всем страховочным снаряжением. Как правило, на них много всяких картинок. Обязательно смотрите, читайте. Более того, я настоятельно рекомендую инструкцию к снаряжению не выбрасывать, а хранить где-нибудь в шкафчике. Почему? Потому что через год возникнет вопрос о, а мне веревку постирать, а чем ее стирать, а можно ли ее вообще стирать, а какие средства можно использовать для стирки веревок. Все эти вопросы нужно задавать кому? Производителю, а точнее инструкции. В инструкции обязательно есть все условия хранения, условия ухода, как стирать, как сушить, как мыть и так далее. То же самое касается использования снаряжения. Через полгода-год у вас может возникнуть вопрос, а как я могу использовать полочки для снаряжения, могу ли я вщелкивать в них карабины или не могу. Всегда можно достать инструкцию, посмотреть картинки, прочитать текст и узнать компетентный, ответственный вопрос. Не то, что вам сказал сосед или вы его прочитали где-то в интернете на форуме какой-то умник написал, а действительно, что вам говорит производитель и те слова, за которые производитель отвечает. Поэтому настоятельно рекомендую к инструкциям всегда обращаться. Более того, большинство ведущих производителей делают эту процедуру максимально доступной для клиента. То есть на сайтах производителя вы можете всегда зайти и в электронном виде инструкцию скачать, если вы эту бумажку потеряли. Более того, как правило, вы можете скачать инструкцию изделий, которые не выпускаются. То есть, например, снято с производства, у вас это изделие есть, на магазине уже такого изделия нет, инструкцию такую нигде взять нельзя, зато можно скачать инструкцию на сайте производителя и почитать, что с ним можно было или нельзя делать. Ну и самое главное, это срок службы для нас, для потребителей, это то, какое время производитель гарантирует свойство изделия. Как ни странно, альпинистское снаряжение страховочное, так же, как и молоко, имеет свойство протисать. почему? Мы с вами проговорили о воздействии солнышка на текстильные изделия, так же мы можем предполагать, что металлические изделия подвержены короткие, так же мы можем говорить о том, что некоторые изделия во время своего использования имеют контакты с моющими веществами, имеют контакты с другими химическими реагентами и так далее. Поэтому обязательно соблюдать срок службы изделия. Для каждого вида изделия у каждого производителя этот срок свой, и он может быть от одного года до пожизненного. Поэтому в зависимости от того, что вы купили и что вы прочитали вот в этой простыне. Если у вас сражение срок службы, которого истек, использовать его не надо. Даже если это абсолютно новая веревка, которая лежала на складе. Почему? Потому что действительно за время хранения страховочное снаряжение может потерять свои свойства вплоть до критического. Значит, что делать вот с репшнурами и веревкой? Репшнуры я рекомендую менять раз в год или каждый выезд в большие горы, что в принципе с точки зрения арпинизма одно и то же. то есть мы, как правило, в большие горы ездим один раз в год в сезон, либо если мы работаем инструктором, гидом и постоянно используем сроковочное снаряжение, то, естественно, менять нужно чаще. История используем. Значит, вскользь уже затрагивали этот фактор снаряжение в ходе эксплуатации могло получить повреждение, которое мы не видим на первый взгляд. Ну, например, мы взяли и постирали нашу страховочную систему в каком-нибудь, не знаю, не то чтобы доместо с хлором, но в каком-нибудь агрессивном веществе, содержащем отбиливателе. Естественно, страховочных, прочностные свойства полиамидополиэстера, из которого состоит это устройство, ну, изделие, они безвозвратно утрачены. То есть, приведу ряд примеров. Один альпинист, знакомый, обратился ко мне, когда я работал в лаборатории по испытанию страховочных устройств. Он собрал веревку, разные типы веревок, со всех складров Москвы, со знакомых промо-рапинистов, и сказал мне, давай, мы не знаем историю вот этой веревки, мне очень интересно, как внешний вид веревки влияет на ее прочность. Давай мы с тобой начнем рвать эти веревки и посмотрим, насколько они рвутся. Так вот, у нас было больше 20 образцов разной веревки, всякой, и ту, которую стирали, и ту, которую не стирали, и та, которая выглядела как новая, и та, которая была визуально безвозвратно убита и страшно выглядела. Так вот, для меня самым ужасным было то, что из 20 образцов, чуть более, было два образца, один, который порвался при 600 килограммах, другой при 700. А еще более плохой новостью было, что тот образец, который порвался при 700, выглядел как новая веревка. абсолютно нормальное состояние, вот, я вот на нее смотрю, и я думаю, что я же слегка вот сейчас взял и с ней полез. И при этом 700 килограмм. В чем причина? Неизвестно. Возможно воздействие химических реагентов. То есть, может быть, эту веревку использовали на мытье окон с применением какой-то кислоты. Вполне возможно. Поэтому история использования снаряжения это очень важная вещь. Нужно быть очень аккуратным с одалживанием снаряжения. И также аккуратно относиться к снаряжению, если вы одалживаете его у кого-то. Почему? Потому что если вы заметили, что у системы, которую вы попросили у товарища, начали расходиться швы, ну, не надо приплавлять эти швы зажигалкой и делать вид, что ничего не происходит. Потому что мы говорим о защите нашего жизни и здоровья. Поэтому с одалживанием тоже будьте очень аккуратны, относитесь ответственно. Старайтесь не давать кому попало свое страховочное снаряжение, ну, и по возможности как можно меньше брать деньги. Здесь есть строчка про найденное снаряжение. Абсолютно то же самое. особенно найденное трофея, так называемый пути, это на пенистских маршрутах и под ними. Я сам болею этой болезнью, мне очень приятно находить чужое снаряжение. Ну, вот просто как трофей, как сувенир. Настоятельно не рекомендую вам его использовать. Почему? Потому что мы не знаем с какое расстояние пролетел этот карабин до того места, где вы его нашли, и не получил ли он повреждение невидимого глазу. а во-вторых, если вы достали какую-то закладку из рельефа, то вы не знаете, был ли на этой закладке срыв. И не оказалось ли так, что она так тяжело заклинила, что ее не смогли до вас вытащить. Именно потому, что на этой закладке упали, и она так сильно въелась из рельефа. Поэтому бывает всякое, очень важно соблюдать историю использования. Если вы не знаете истории, то использовать снаряжение не нужно. И в идеале все страховочное снаряжение должно быть личным. Вот это моя веревка, я знаю, где я ее купил, когда я ее купил, я знаю ее срок службы, у меня есть инструкции, я знаю, что за фирма эта веревка. Я готов поручиться в ней и доверить ей свою жизнь. А если я буду использовать что попало, то это не очень безопасно для нашей жизни. Так, давай, мне в аренду не берем? Хороший вопрос, я его ждал, и у меня есть готовый на него ответ. Значит, в любых видах аренды, то есть прокатные центры, то же самое касается любого арендного снаряжения, будь то арендный автомобиль, от качества которого, кстати, ваша безопасность зависит, будь то арендные горнолыжные комплекты, лыжи, ботинки, естественно, отвечает прокатчик. На самом деле, если мы говорим о страховочном снаряжении, то, как правило, ответственность прокатчика очень высока. И в хороших прокатах действительно очень высокая оборачиваемость прокатного снаряжения. Что я хочу сказать? То есть, если мы возьмем там Альплаги Безенги, где прокат есть, там есть действительно хороший прокат современных новых вещей, и он имеет хорошую оборачиваемость. В том числе КАМП поставляет туда в прокат свои изделия. Естественно, нужно... мы сейчас это выключим. Он сам выключил. Естественно, сотрудники проката будут отвечать за его качество. Иными словами, если вы доверяете этому прокату, то вы доверяете. Если вы взяли в прокат и я не знаю, на практике это маловероятно, что вы взяли в прокат вещи и постирали ее до местности. Ну, это маловероятно, вы не будете этого делать. Но если, например, вы взяли в прокат карабин, карабин уронили с двухкилометровой там стены и еще умудрились его внизу найти, то, ну, вопрос здравого смысла, что вы когда возвращаете в прокат, ну, я понимаю, что деньги всем дороги, но здесь вопрос вашей личной ответственности и что вы же, если возвращаете эту вещь в прокат, вы понимаете, что этот карабин попадет другому человеку. Поэтому история использования подразумевает вас, если вы взяли в прокат, также относиться ответственно к сдаче в прокат. Особенно, если это говорит о поломке или износе страховочного снаряжения. То есть вы взяли страховочное устройство, там, месяц его использовали и в конце этого месяца заметили, что вы его истерли. Ну, естественно, нет смысла скрывать, как правило, в прокате на естественный износ не предполагается каких-то штрафных санкций по отношению к человеку, который взял это в прокат. Просто нужно прокатчику сказать, слушай, друг, ну, оно уже изнасиловалось. Тут я делал все правильно, я ухаживал, я это не бросал, не кидал, но стерлось. Тогда прокатчик действительно его заменит. И второй раз это устройство не сделает, не отдаст. Или там швы начали у системы расходиться и стерлись, приносишь, показываешь, вот у этой системы уже швы пошли. Грамотный прокатчик, второй раз эту систему уже не выдастся. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Так, и общие рекомендации, которые можно дать по страховочному снаряжению, это, конечно, свято следовать критериям отбора. Хотел бы подытожить тем, что страховочное снаряжение, мы следуем критериям отбора, перечислили их. Дальше. Покупаем в магазине, то есть, например, пришли в сплав, купили здесь какое-то снаряжение, если что-то с ним случилось, ну, понятно, кому идти, предъявляет, купить. Если вы купили снаряжение там на Алиэкспрессе, оно сломалось, ну, не купили. Естественно, выбирая снаряжение, внимательно смотрите, что на нем написано. Любые ярлыки не отрезаем сохраняем, чтобы всегда было видно дату производства снаряжения. Всегда читаем и сохраняем инструкцию, если потеряли, скачиваем из интернета. Естественно, консультируемся в более опытных товарищей, прежде чем покупаем страховочное снаряжение. Потому что залог выбора правильного страховочного снаряжения это вот последняя строчка. Заранее знать, что вам нужно. Если вы приходите в магазин, зная, что вам нужно, это значит, что вы купите то, что вам нужно, а не то, что нужно продать вам продавцу. Вот. Ну, у меня все. вопрос по поводу строка службы веревки при срывах. Вот в одной инструкции на веревку динамическую читал. Там даже не рекомендуется обязательно исключить использование при первом же срыве с фактором РК-2. Как на практике это? Ну, на практике это маловероятно. Потому что если вы упали на веревку с фактором 2, то скорее всего уже и жаловаться некому. Потому что в альпинизме фактор 2, ну, так скажем, 9 из 10 случаев это летальный исход. Потому что при нормальном использовании страховочного снаряжения фактора 2 не бывает. Единственный случай это восхождение виа-феррата. Но на виа-феррате там свой специальный комплекс наряжения, там амортизатор рывка, и там он рассчитан на фактор 2. А в традиционном альпинизме искалолазания, если вы делаете все правильно, фактор 2 с точки зрения физики не может быть. Так, инструкция все правильно написана. А вообще в принципе с трудного сорвался ты, например, не с фактором 2? А есть тоже у некоторых производителей рекомендация там не с фактором 2 пишет в случае тяжелого срыва или в случае там трех-пяти тяжелых срывов. А это действительно понимать очень сложно. Это все субъективная вещь. И измерить, то есть какой-то в метрах, сантиметрах или килограммах дать рекомендацию и производителю невозможно. И нам с вами оценить тяжесть срыва тоже невозможно. На самом деле веревка, ну, как правило, все эти сложности, они крутятся вокруг веревки. Повторюсь, почему? Потому что веревка имеет вот такую сложную структуру. У нас сердечник, качество которого мы проверить визуально не можем. Но по большому счету я вам могу сказать, что в моей практике альпинизма и в практике инструкторства как правило я прихожу к чему? Что если за веревкой хорошо ухаживают и бережно к ней относятся, то на самом деле приходится выбрасывать веревку там по истечении двух-трех лет и уже визуально видно, что она хорошо потёрта. И вот я когда свою веревку выбрасываю, это как правило два-три сезона и активного использования и я просто уже знаю, что она своё отслужила. Так, чтобы я пришёл снова веревкой на скалодром раз десять на неё упал и понёс её в помойку, это бред. Такого не должно быть. Естественно, как правило, если вы веревку используете правильно, хорошо за ней ухаживаете, её внешний вид он сам скажет вам о том, когда ему пора на покой. Потому что лохматую перебитую веревку уже самому не хочется использовать. В своих инструкциях ведущие производители западные пишут, что срок службы железа, то есть изделий из металла, не ограничен, кроме случаев естественного износа. То есть карабин до тех пор, пока вы его вот так не перепилите, вы можете использовать. Ничего с ним не будет. Вы строили хорошее маркезинговое заявление, а на практике это всё не было? На практике это действительно так, правда. Вот я могу рассказывать о себе, о своём опыте. У меня карабины трёх типов. Значит, первый тип в хорошем состоянии, второй тип я его потерял, я не знаю в каком он теперь состоянии. И третий тип это я протёр. То есть условно говоря, ну как в русском анекдоте сломал, потерял. То есть как бы случаев, когда у меня там сломалась защелка, ну у меня есть такие карабины, ну это реально редко. Вот реально редкий случай, что там сломалась защелка. И то, как правило, защелка ломается по глупости. В неправильном направлении нагрузка или так далее. При естественном использовании карабин такая простая вещь, что сломать маловероятно реально. Либо потерял, либо пробёрся. Всё. Складронная верёвка, насколько принципиально её подвергать чистке, кроме эстетического спринятия к нитушу? Я когда прихожу на скалодром, я боюсь брать верёвки в прокат. Правда. Не, не прокатные салии. В смысле? Но цель верёвки скалодромной, она никуда не ходит, кроме как на скалодром, не видит привода. Есть ли смысл её стирать ещё что-то? Стирать обязательно. Обязательно есть мысл. Почему? Потому что первое, верёвка в любом случае впитывает пыль. Во-первых, это пыль из окружающей среды, во-вторых, пыль с пола и третье, естественно, магнезия напитывается. И к чему это приводит? Пыль попадает под оплётку, впитывается, а ещё пыль от наших страховочных устройств. Все обращали внимание, что когда устройства истираются, на верёвке оставляются чёрные полосы, руки чёрные. Это частички алюминия. Соответственно, вот эти частички алюминия тоже попадают под оплётку вместе с пылью и действуют как абразив. То есть у нас верёвка стягивается и растягивается, а внутри в сердечнике вот эти песчинки. И эти песчинки и стирают верёвку. Соответственно, чем чаще вы стираете свою верёвку, тем лучше. Потому что вы часть этих песчинок вымываете. Поэтому обязательно складронную верёвку стирать нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok